Дорогая Церковь, дорогие братья и сестры, приветствую вас в это воскресное утро. Перед началом, перед общецерковной молитвой, хотелось предложить одно место из Священного Писания. Прочитаем из Иоанна, Евангелия Иоанна, 14 глава, 1, 2 и 3 стихи. Иоанн, Евангелия Иоанна, 14 глава, 2 и 3 стихи. Христос сказал такие слова ученикам. В доме Отца Моего обители много, а если не так, я сказал бы вам, я иду приготовить вам место. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. Пойду и приготовлю место. О чем Христос говорил? О каком месте? Какое место Он готовит для нас с вами? Знаете, глядя на небо, какое оно прекрасное. Это синее небо, которое Господь готовит для церкви, для нас с вами. Знаете, вчера, сегодня мы, у нас такая погода, мы не можем видеть это голубое прекрасное небо. Знаете, взлетая на самолете, если здесь на земле тучи, может быть, идет дождь, серо, так все мрачно, когда взлетает самолет, пробивается через эти тучи, и когда подымается туда, выше облаков, выше туч, там вот это синее, голубое красивое небо. Когда Христос, перед тем, как уйдя с этой земли, взял своих учеников, перед тем, как вознестись, и они взошли на гору Илеонскую, когда они там были вместе, и в Деянии, в 1 главе, 10 и 11 стихом, мы давайте прочитаем это место. Деяния, 1 глава, 10 и 11 стихи. И когда они смотрели на небо во время восхождения, вдруг пристали им два мужа в белой одежде и сказали, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. Христос, Он придет таким же образом. Знаете, ученики, они были, были с Господом столько много времени, три года проводили, они были вместе, и вот их учитель, любящий учитель, Он ушел с этой земли, вознесся. Для них это, может, было больно, было печально, но явились ангелы и сказали, мужи, что вы смотрите на небо? Он таким же образом придет. Дорогая церковь, дорогие друзья, братья и сестры, Христос придет таким же образом за нами, когда Он приготовит это место. Почему нас влечет небо? Почему мы так смотрим туда? Знаете, надо выдержать так вечером, когда чистое небо, когда все темно вокруг, и свет эти звезды, и такая глубина, и смотришь туда, и понимаешь, эта земля, на которой мы живем, это маленькая песчинка во всей Вселенной. А кто такой человек на этой огромной земле? Еще меньше. И смотришь туда, и восхищаешься, и радуешься, что это небо, это место Господь приготовил для нас с вами, этот небесный Иерусалим. Христос сказал, о горнем размышляйте, а не о земном. Размышлять о том, что нас ждет, что Господь приготовил для нас. Знаете, перед началом служения я подошел к регенту и спросил, ну, общее пение там, есть какая-то программа или что? Потому что я хотел, ну, как-то, чтобы по теме было общее пение. Он говорит, ну, не спойте, у них уже есть программа, у них уже все приготовлено. И когда братья вышли, сказали, споем песню, синее небо меня так манит. Знаете, мы не договаривались, мы не решали. Я не подходил, не просил братья, можете спеть вот эту песню, потому что это по теме проповеди. Но я вижу, что Господь ведет как-то так. Синее небо меня так манит. А вторая строчка говорит, знаю, что там мой Спаситель Христос. Когда Стефана побивали камнями и перед смертью, помните, какие слова он сказал? Он увидел отверстое неба и Господа, стоящего одесную Отца. Он там ожидает нас, приготовил место для нас. Апостол Павел во 2 Коринфянам записал такие слова в 4 главе 18 стихом. «Когда мы смотрим на невидимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». То, что мы здесь на земле, то, что мы здесь видим, наши дома, наши машины, это дом молитвы, это все временное. все, что мы видим окружающее, это все временно. Придет время, когда этого всего не будет. А то, те небесные обители, то, что Христос готовит для нас, это для нас невидимое, но это вечное. Дорогой друг, дорогая сестра, дорогой брат, смотришь ли ты на небо? Смотришь ли ты на тот вечный дом, который готовится для каждого из нас? Знаете, все это земное, все это то, что окружает нас, оно пройдет. Знаете, люди, которые, может быть, болезни, которые болеют, им уже тяжело, как они хотят уже расстаться с этой временной землей, чтобы быть там, в вечности, на небе с Господом, смотря на окружающие обстоятельства в жизни, на всякие трудности, на всякие зло, которое творится, на грех, который творится вокруг, на растление, на разложение человечества, как хочешь сказать, Господи, гряди, гряди быстрее, чтобы нам быть с тобою там, там на небе вечности, в том месте, которое ты приготовил для нас, для церкви твоей. Дорогой друг, звучит к тебе вопрос, готов ли ты прийти туда, в эти небесные обители? Христос приготовил их для тебя, для меня, но готов ли ты туда войти? в первом послании Коринфянам апостол Павел пишет во второй главе в девятом стихе такие слова, но как написано, не видел того глаз, не слышало уха, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Знаете, сколько человек не думал бы об этом, сколько бы не представлял себе, не гадал, что это за место, какое оно, мы все равно не можем представить себе. Знаете, Писание написания говорит, как через тусклое стекло, может быть, мы примерно можем видеть или догадываться, но это превзойдет все наши ожидания. это прекрасное место. На земле очень много прекрасных мест, красивых мест, может быть, какие-то, на юге-то, может быть, какие-то красивые места, может быть, море какое-то, песок красивый, пальмы, может быть, какие-то прекрасные красивые водопады или каньоны, красивые места есть на земле, очень много. Люди туда приезжают для того, чтобы посмотреть на эти места, может, приезжают с других стран на эти прекрасные места, Но ни одно из этих мест не сравнится с тем небесным Иерусалимом, который готовится для церкви своей. Я не думаю, что найдется хоть один из нас, который скажет, я не хочу туда, не хочу на это небо. Каждый из нас стремится, каждый из нас хочет. И когда закончится наша жизнь на этой земле, когда эта хижина наша разрушится, нас ждет нерукотворенный дом, который Господь готовит для нас. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, у нас есть прекрасная возможность прославить Господа за то, что Он ушел с этой земли для того, чтобы приготовить вечный небесный дом для каждого из нас. Слава Ему за это. Аминь.